Губернатор Коми, в свою очередь, привлек внимание не только СМИ, но и следственных органов. Он создал целую преступную группировку из 19 человек. Заместитель, председатель правительства и крупные бизнесмены управляли госимуществом, не забывая отложить про запас в свои карманы. Вячеслав Гайзер перещеголял своего бывшего сахалинского коллегу не только в количестве взяток. Следственный комитет предъявил обвинение Вячеславу Гайзеру по двум статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество». Результатами 80 обысков стали 60 килограммов драгоценности, больше сотни наручных часов стоимостью до 1 миллиона долларов каждая и ценные бумаги. Доводы губернатора Республики Коми о плохом здоровье суд во внимание не принял. До середины ноября Гайзер останется под арестом. Ранее пристальное внимание следственных органов привлек губернатор Сахалинской области. Александра Хорошавина обвинили в получении так называемых откатов, а также во взятке в 15 миллионов рублей.